Приветствую вас и сабле, которую вы описываете, она состоит из двух частей, двух моментов. Первый момент это то, что вам сказали, изначально дали установку на то, что молодой человек для вас только хороший человек, не более того, условно скажем друг. А вторая проблема заключается в том, что вы хотите понять его отношения. И поскольку установку на то, какое у него к вам отношение дал вам эзотерик, то я не вижу смысла либо оспаривать то, что он сказал, либо наоборот поддерживать его. Потому что эзотерики, в том числе и гадалки, они работают по своим принципам, а психологи работают по своим. Скажу только, что из того, что я знаю, предсказания справедливы для того, что есть в данный момент. То есть в данный момент времени то, что говорит вам гадалка, действительно так. Но что будет дальше? Какие желания появятся у человека? Какие вспыхнут чувства у него? Этого, думаю, никто не знает, потому что предсказать подобное вряд ли возможно. Но гадалка увидела то, что есть на самом деле. А на самом деле это определенная гордость в поведении вашего мужчины. Это определенная независимость у него по отношению к вам. Это определенное желание казаться сильным, казаться самостоятельным, казаться незаинтересованным в вас, например, или в чем-либо еще. Для мужчины очень важно выглядеть сильным, коим он и пытается выглядеть. Но тот факт, что он хочет, чтобы вы поехали, говорит о его определенных целях по отношению к вам. Какие это цели? Можете знать только вы. Что мужчина думает, можете тоже знать только вы. Потому что на основании вашего сообщения получается так, что человек внешне равнодушный к вам, а в действительности у него есть симпатия, но он не позволяет ей проявиться. Симпатия хотя бы на уровне влечения, что тоже немаловатно. Другой вопрос. Устраивает ли вас подобное отношение? Может быть вы хотели бы от него больших проявлений темпатии, снежности, тепла. Может быть вы хотели бы большего ухаживания от него. Но он такой человек, который не будет этого делать. Для него сам факт того, что он спросил вас, поедете ли вы или нет, скорее всего и является ухаживанием. Но вы это естественно не воспринимаете как таковое. Исходя из этого, можно сделать вывод, что предсказательница акцентировала свое внимание не столько на нем, сколько на вас. Предполагая, что вам не понравится то, как он себя с вами ведет. Предполагая, что вы не воспримете его поведение, его действия, его поступки. Надо сказать, весьма своеобразные и независимые, а также скупые. Как ухаживание. Вы не воспримете его поведение, как направленное на себя. С какой целью? Это сейчас не важно. Может быть даже мужчина сам не знает, но не уверен. Но важен факт тот, что если бы человек испытывал к вам безразличие, он бы не стал звать вас с собой в поездку. Просто потому, что ему было бы все равно. Другое дело, что он заинтересован в вас только, например, как в сексуальном объектах. Или только как в неком необходимом, по его мнению, элементе времяпровождения. Может быть так. И тогда уже вы сопоставите то, чего хотите вы, с тем, чего хочет он. И спросите себя. А приемлемо ли для меня то, что предлагает мне мужчина? Что хочет от меня мужчина? Приемлемо ли? И если нет, то он действительно останется для вас только хорошим человеком. Потому что до тех пор, пока вы не раскроете интерес мужчины к себе, не поймете, что он хочет от нас. А для этого нужно именно поехать с ним, чтобы дать ему возможность проявить себя. Чтобы дать ему возможность показать, кто вы для него. Вы так и будете теряться в догадках. А основной момент, что мужчина может быть и сам не знает этого. Он может быть сам не догадывается, что по-настоящему им движет. Да, может быть, конечно, только физическое влечение. Может быть. Но может быть что-то еще. И вы это почувствуете, когда будете с ним. Что сказать? Осталось добавить только, чтобы вы озаботились своей безопасностью. На всякий случай. Быть может, оценили бы людей других, которые едут с вами, на предмет доверия им. Если людям вы доверяете, ну кроме него, естественно, то смело отправляйтесь в поездку. Если людям не доверяете, то, наверное, я тут не стою. Слишком опасно. А защитить вас, в случае чего, будет некому. Этот момент необходимо проработать. Просто для того, чтобы сохранить свою собственную безопасность. Об этом вам нужно позаботиться в первую очередь. И, резюмируя, резюмируя, вы спрашиваете себя. Вы спрашиваете нас, действительно ли вы для него только хороший человек. И у него желание после фразы, какая тебе разница понять. Какая тебе разница, попытаться узнать, уеду я или нет. Вы знаете, вот этот вопрос, он максимально точно проявится только при непосредственном общении с ним. Ни мы, ни кто-либо другой с точностью 100% вам этого не скажет. Только вам самой это предстоит узнать. И если вы готовы это узнать, то начинаете что-то делать. В принципе, и направление я вам указал. А если не готовы узнать, или вы считаете, что другие люди знают лучше вас это, тогда прислушивайтесь к мнению тех, кто вам говорит. Но для того, чтобы не иметь душевного раскола, нужно самостоятельно войти в ситуацию и самостоятельно сделать выводы. Не опираясь на аналогичное других людей. Потому что всегда другое мнение, оно субъективно. И является интерпретацией одних и тех же событий, но через свою собственную систему ценностей. Через призму своего восприятия. А справедливо и правильно будет только то, что вы пропустите через себя. И только это для вас будет верно. Вот об этом, пожалуйста, старайтесь не забывать. О этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим.